Этому зданию почти полвека. В 90-е годы здесь базировался научно-исследовательский институт сельского хозяйства. После передачи его на баланс Министерства культуры здесь открыли Дом культуры, который стал точкой притяжения для сотен любителей творчества. Занятия здесь бесплатные. И по словам руководителя научно-городского объединения, в которое входит, кстати, два Дома культуры, этот востребован особенно. Здесь у нас занимается 230 человек, детей по муниципальному заданию. А всего 526. В основном, конечно, это дети. Хотя занимаются и ветераны, молодежь приходит на мероприятия. Самым востребованным является, я думаю, это направление хореографии. Кроме танцев, здесь обучают игре на баяне, балалайке и других музыкальных инструментах. Действует также театр. Секции по прикладному искусству. Одно из направлений, к примеру, создание кукол-матанок. Есть и зо, и вокальная студия. Мой горячий сагад. Без себя в трубе. Без себя в трубе. Без себя в трубе. Благодаря разнообразию творческих направлений Дом культуры пользуется большой популярностью у жителей не только научного городка, но и нескольких поселков. Березовки, Ганьбы и Казенной заимки. Кружки и секции в общей сложности посещает порядка тысячи человек, однако желающих куда больше. Об этом говорили жители пригородных поселков во время личных приемов председателя Барнаульской городской думы Галины Буевич, которая сегодня лично оценила востребованность и доступность доп. образования в пригороде. Мы сегодня проходим по клубу и видим, что клуб действительно живет. Дети выходят, заходят из одной студии в другую, с одного кабинета в другой. А действительно такая востребованность центра. И мы понимаем, что сегодня дополнительное образование детей становится год от года востребованным. Недаром у нас в Российской Федерации приняты специальные программы по дополнительному предпрофессиональному и дополнительному развивающему образованию детей. В ходе экскурсии по Дому культуры директор учреждения обсудила с главой думы необходимость корректировки расписания занятий, чтобы в секциях и кружках Дома культуры занималось как можно больше детей. Еще один важный вопрос – автобусная доставка детей из близлежащих поселков. Сегодня одна из таких задач, которая также будет ставить – посмотреть, насколько рейсы, которые у нас закреплены и перевозят детей из Березовки в научный городок, удовлетворяют или дают возможность детям заниматься доп. образованием. Председатель городской думы посетила также общеобразовательную школу научного городка. В ходе встречи она подчеркнула, что будут приняты все возможные меры для повышения доступности дополнительного образования детей. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.